МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Обновленные в улице и будинки. Масштабное доброе упорядкование мазера будет выполнено до начала кастричника. В регионе завершается уборочная кампания. Убрано 87% площадь, областный каравай важит больше 800 тысяч тонн. Стратегичная культура. Вслед за зерневыми господарки начинают убирать кукурузу. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Обмерковать выники масштабного доброго упорядкования мазера за последние 7 месяцев мета сегодняшнего посяжения в районном выканавшем комитете. Старшиня Гомельского облывыконка Магинац Соловей наведал город над Припятью, как проконтролевать выконание мероприемства по ополепшении добробыту мазера. План доброго упорядкования закранае усе сферы социально-экономичного життя города. Как мясовые улады выконывают распоряджение губернатора, доведался Миколай Скинтиян. Атмосфера посяжения выключна рабочая. Идея обмеркования важнейших пытаний у городского добробыту. Головное потребование до докладчиков – поведомить конкретные личбы. Сколько процентов работ на сегодня выканано? Кировничеству в области важно просочить процесс салком. Наприклад, доброе уладкование сферы охоты здоровья проходит поспехово. Готовность объектов – от 90 до 100%. Сярод ближайших планов, замена лифтов у городской больницы и закупка аппаратов ультрагукового доследования для роддома. Еще одна из важнейших доручения у губернатора обыходится своими силами. Коль ее смахчимость протягнуть до будовнейших работ специалистов минавита с нашего региона, ею необходимо корыстаться. В целом видовочно – масштабное обновление города на финишной промой. При ремонт крови фасада завершаются работы по замене ограждения территории. Сколько процентов будет в этом году? Ну, все выше 90-95 по всем объектам. Першопочатковый план доброго уладкования Мазара уключал 222 мероприемствы. Поздней спис поширился. Ее нахапив практически усе баки життя города над Припятсю. Гэта ремонт дорог, спортивных объектов, установ социальной сферы и культуры, объектов МНС и многое іншее. Установы адукации будут салком подрыхтованы до научального года. А пошняя работа городского доброго уладкования необходимо выкнать до початку Кастричника. Наша задача – выполнить все работы качественно, установленные сроки и вести все объекты достойно. Сегодня с отсчета увидели, что и строительный комплекс, и хозяйственным способом работы, которые выполняются нашими организациями, учреждениями, уже на завершающей стадии. Мазыр – найбуйнейший город районного значения в области. Так само он у выходец у тройку значных промысловых центров региона. Его насельництва – больше за 100 тысяч человек. Пильная увага и контроль сбоку областного керовництва указывают. На Мазыр робятся великие ставки. Для города это импульс не спонять темпы на шляху развития. Миколай Скентеян, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». У Мазыры сёння распачал работу 15-й республиканский кермаш «Палесская скарбница». У его открытия приняли удел старшиня гомельского облаканка Магина Целовей и директор региональных отделений Белорусской гандлёво-промысловой палаты Марина Филонова. Свои товары на кермаши экспонуют некальки десятков предприемств, организаций, индивидуальных предприемников и рамесников. Тематика выставы кермашу немае обмежаваннеу. Проставлены продукты харчаванне, одень, обуток, посуды, домашний текстыль, косметика, парфюмерия и многое іншее. Программой так само предугледжено проведение презентации и дегустации продукции, перемовываю с потенциальными деловыми партнерами. Нас очень радует, что наша 15-я юбилейная выставка в этом году на Мозырщине в силу тех эпидемиологических обстоятельств, которые сложились в этом году, что она не отменилась. Потому что в череде наших мероприятий очень многие были отменены. И это первая масштабная выставка в регионе, очень важная для нас. И мы очень рады, я благодарю всех руководителей, всю команду за то, что она у нас состоялась в этом году. Уборочная кампания на финишной промой. В регионе убрано 87% у площадь, у отведенных подзернивая культуры. Огульный намолот зараз складая каля 820 тысяч тонн. Середняя уроджайность – 28 центнеросгектара. Опошня День Жнева на одном из самых поспеховых предприемствах Жлобинского района у материала Дмитрия Котова. Владимир Свеч завершает 12-ю полику уборочную на полях открытого акционерного товариства «Свердловский». Працуя в составе семейного экипажу, у якости помощника выступая батька. Все ли это их дуэт стал первым у Жлобинском районе, який намолотил тысячу тонн сборжа. Для Владимира, до речи, таки выник – звыклы. Подобный рубеж он переодолевая кожную кампанию. Один секрет, могу сказать, что смотреть за техникой, вовремя обслуживать, смотреть за техникой. Ну, качество уборки. Соблюдать качество уборки, смотреть за техникой. Все ли это уроджайность на предприемстве склала каля 30 центнеров с гектара, а гули на молот – 6 тысяч тонн. Это на 30% больше, чем в минулом году. Поплывали два факторы. Первый – господарший подыход. У открытым акционерным товариств в Свердловске удало попрацовали над заменой гатунков. Так само да помогло на дворье. Своечасово пройшли дождь, а коли распочалась уборка, опадки не перешкоджали механизатором. Зерневые убранные держзакасу по мере большим 900 тонн выконаны на подыходе кукуруза. У нас тоже очень большой объем. Почти 1600 гектар, из них 350 на зерно. И 1300 на зеленый корм. Задач много, вы понимаете, уже август, как говорится, уже сентябрь, осень, работу осень, своевременно отсеять. А зимы, а зимы, рапс, репица, собрать, заготовить корма. На сегодняшний день у нас почти 8 кормовых единиц заготовлено. Планируем не менее 40 в прошлом году. Было 5, 3 единицы. Плюс убрать картофель. После завершения всех работ, супрацовников открытого акционерного товариства «Свердловский» чекает знаковая подея. В листопаде будет означаться юбилей. 90 год – с дня утворения одного из лучших сельгазпродприемств на территории Жлобинского района. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Тем часом на Гомельщине распочалась уборка кукурузы. Первые гектары скошивают на зеленый корм. Все лето на Гомельщине кукурузы займает 350 тысяч гектаров. Это самая большая площадь сирот регионов Беларуси. При этом больше 250 тысяч выросшивается на зеленый корм. По коль прогнозы об мягчимых объемах на рыхтовке этой культуры робить рано. Если в одних районах официально подтверждена так званая хлебовая засуха, то на полесе значных проблем с наявностью в Вильхоте нема. Что тычется Добрушского района, то тут уплыв на урожайность кукурузы оказала низкая ночная температура весной этого года. В акционерном товаристве «Завидовская» комбайны на палетки вышли сенья и за первый день уборки нарыхтовали коля тысячи тонн зеленой массы. В ближайший час тут начнется сяуба озимых культур. У нас разница массива участков от 50 гектар и доходит даже до 400. Поэтому участок убрался, сразу 2-3 агрегата, то есть энергонасыщенные трактора, становятся и обрабатывают почву. И согласно технологии, хотя бы чтобы неделю почва улеглась, и тогда можно приступать к дальнейшим действиям, а именно к посеву. Практично все навучальные установы Гомельской области готовы до початку нового навучального года. Причем тычется гэта як городских, так и сельских школ. Наши корреспонденты наведали одну з найстарейших установ региона, якая працует в Добрушском районе. На сбуленье на гэтае вёска отрымала пасля Кастрышницкой революции, а до гэта гэна называлась Папулкой. Мясовые же хары лишать, что не уапошню шаргу по прышыне наявности вяликого дравлянага храма. Тая церква, где нашего часа не заховалася, а ле в сучасном агрогородку ёсь на пауразбурэны будынок Свята Микольской церкви, якая у письмовых крыницах о Першыню узгадывается у 1897 годі. Менавіта сюды приходзели на богослужэнні в учні открытого у вёсцы народного училища. История нашай установы пачынаецца с 1869 года. У той год было открыта народное училища, у яким научаліся 38 хлопчыков і 2 дзявчынкі. А ўже ў 25 годі гэта была школа, середняя школа, адзіная ў районе, на той момент Тераховскім районе школа. І сюды приходзели дзеці яшчы з сумешных районов Украіны і Расії. А ў 38-39 научальному годі школа налічвала 17 класов комплектаў, а гульной колькастю 532 в учні було. Установу едукацій ленинскі дзятяшы сад, початковая школа, можна лишыць правопераемнікам народного в училища. Пусі ляким выпадку сваю гісторую яна адлішвае мінавіта с 1869 года. Першага верасня 2020 га за парты тут сядуць 53 навучэнцы, і ашэ 25 выхаванців наведваюць дзятяшы сад. Гэты ілішбы утрымлюваюцца на такім узроўне не дзе 5 апошніх гаду. Для наставнікаў гэта низкая нагрузка, але ў невялікіх класах ёсць і свае плюсы. Зато сложились такі услові, што лучші подходы индзідуальны к каждому ребёнку, индзідуальна работа, индзідуальне задання готовіцца с учётом їх развіця, с учётом їх типо темперамента і так далі. То есть всё учитываецца. Сучасны будынок ленинскай початковой школы узвідзіны ў 1963 годі. Пришым першопочаткова тут меркавалася размястись клуб, але потім вырашылі, што школа больш патрэбнае. До початку нового навучального года за спонсарскі і пазабюджетные сродкі зрабілі рамонт. І цяпер чакаюць навучэнців. Вучні, дарэшы, пачас прыезду наші здымачны групы, так сама знаходзіляся на тарыторы школы. Дакладній на яе спортывны пляцовцы. У аграгородку гэта самая лепшая місца для заняткаў спортом на аматорскім узровні. Навучэнец шацьвёртага класа, які працтавляюцца Сергеем Сергеевичем Лапатянкам, кажа, що свою школу любить і на занятке пудзе за довольненням. Мені дуже подобається в цій школі учиться. Тут хороші діти, всі дружат, оцінки получаєш, приходиш дому і робиш уроки. Опять сутра приходиш в школу, всі учишся, узнаёш щось нове. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо кампанія Гомель. Добуржский район. У Гомелі працягнули обмежавання на продажу алкоголю. Отповеднае рашэння прынята городскім выканавчым комітетам. Обмежавання дзейничая с п'яти вечара до восьмі раніцы кожны дзень, починаючы з гэтага дня до наступного понеделка, 17 жнівня. У рашэння означаецца, што обмежавання накераваны на пропаганду здарова галаду життя. Збірахчы прихожість. У Гомелі демонтують металічнія конструкція з пітуніями, які я на гэтым тыдні неодноразово псавалі пачас масовых біспарадкаў. Як повідамляе предприємство «Червоных гвоздік», што дзень люди ламаюць гаршкі і рослины. Тому керавніцтва города прыняло рашэння часова убрать вертыкальне озелянене сплощі Ленина і сквера і мяхромыкі. Предприємцію було нанесено ущерб, дзето около 200 стаканов поврождено, виборшені цвіті. Паэтому, што б сагранити цю красоту для Дня Города, ну і для дальнішого благоустройства, принято рішення демонтувати. Йо, ну, патом приведуться профілактическі роботи, і я думаю, што к Дню Города все це обратно восстановиться красота. Храджані, які з початку літа радувалися рознокаляровым квіткам, з ошкодованням реагують на таку новину. Жалко, конечно, що вот сьогодні убирають от того, що портят вандали, цвіті. Як там, ломати не строїть, але ведь це стільки больших денег стоило. Тому, хотілося б, щоб ця красота зохранилась. Я завжди з інтересом наблюдаю за зелененням нашого Города. Кожний год це какой-то інтересний вариант предлагається для зеленення. Тому, як горжанин, хотілося б, щоб все-таки относились тоді аккуратно. Зараз квітки відв'язуть на підприємство червоних віздік, щоб привезти у нормальний стан. До вересні конструкції повинні вернути на ранейше місце. У регіоні проходить доброчинна кампання белорусського червоного крыжа з беремо дітей у школу. Мероприємство по збору школьних приладів стартовало в универмазі Гомель. Материальна допомога буде накерівана у першу чергу дітям-інвалідам, дітям з маломайомних сем'я і сем'я бежанців, а так само шмадетних. Подтримать доброчинну кампанію, яка протягнеться до першого вересня, може кожне. У ходким часі кропки для приєму допомоги будуть працювати у кожному районі обласного центра. Разом з акціями по збору школьних товаров організатори проведуть міні-забовляльну програму і пропонують удельникам написати пожадання першокласникам. Усяго у Гомельській в області пройдет свыше 60 мероприємствів по зборах верування від насельництва. Ми сьогодні предложили населению дуже багато різних форм і методів показання допомоги. Де-то, можливо, не виходя з дому, можна відправити смс для того, щоб перечислить денежні средства. Можна прийти непосередньо на пункты збору, які будуть організовані на території Гомельської області. В містах масового скопління людей – це і торгові центри, і рінки, і інші об'єкти торговли, там, де якраз і є ці школьні принадлежності. Чоловік, наприклад, не хоче допомагати непосередньо з діньгами, а хоче конкретно їм вещею, либо тетрадкою, либо ручкою, може быть, какой-то одеждою помочь. Он тоже це може все приобрести здесь і положити прямо в нашу корзину добра і таким образом зробити добре дзела. Гэта, а так само інші новіны, інформацію об проєктах тілерадоокампанії Гомель, ви можете знайсці на нашім сайці у інтернеці по адресі www.tvrgomel.by. Нахэтым випуск завершено, усяху добрах, а й до нових зустріч у ефірі. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжає де-факто в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В Будокошелевском районе произошло ДТП, в результате которого водитель оказался зажат в салоне авто. Легковой автомобиль «Ниссан Премьера» двигался в направлении деревни Рогинь. В 200 метрах от населенного пункта водитель решил совершить обгон на закруглении дороги. Мужчина выехал на встречную полосу, по которой двигался Сиад. Чтобы избежать столкновения, владелец «Ниссана» съехал в кювет, где врезался в дерево. От удара 26-летний мужчина оказался зажат в салоне. Его деблокировали спасатели. Водитель госпитализирован. По информации ГАИ, мужчина не имел прав управления. Спрятанной в сумке украинца три свертка с марихуаной обнаружила служебная собака. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело. При проведении таможенного контроля в пункте пропуска «Новая Гута» служебная собака указала на возможное наличие наркотических средств в личных вещах и багаже гражданина Украины. 48-летний гражданин следовал в качестве пассажира легкового автомобиля «Пежо». При досмотре в его наплечной сумке обнаружен полимерный пакет, в котором лежало три бумажных свертка. Эксперты Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области подтвердили, что во всех свертках находится марихуана. Общий вес наркотика составил около 6 грамм. В Гомельской таможне в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В соответствии с частью 1 статьи 328 прим. 1 Головного кодекса Республики Беларусь. В Житковичах в результате пожара повреждена камера предприятия «Безопасные дороги Беларуси». Рассматривается версия поджога. Аналогичная причина возгораний – из деревни Полянка Житковичского района. Там горели две хозяйственные постройки. Оба деревянных здания уничтожены. Еще два возгорания зафиксированы в Гомеле. Обошлось без пострадавших. По улице Оранжерейный горел жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены. Вероятная причина возгорания – конструктивный недостаток электрооборудования. Второй пожар в областном центре произошел на проезде в 2-м Красноармейском. Там также горел деревянный жилой дом. Повреждены кровля и имущество. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и конструктивный недостаток электрооборудования. В Гомеле студент обокрал студента. Это сообщение о краже поступило в железнодорожный РОВД областного центра. За помощью к правоохранителям обратился 20-летний учащийся одного из гомельских вузов. Молодой человек сообщил, что у него из кошелька пропали 100 долларов. Оперативники установили, что в чужой кошелек залез коллега пострадавшего по вузу. Валюту у нарушителей изъяли и передали владельцу. Следователи возбудили уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужской гонбольный Гомель провел в Минске три товарищеских поединка с местными клубами. Сначала подопечные Андрея Мочилова обыграли «Витязь» 33-27. Семью мячами отметился Иван Телепнев. На следующий день в соперниках у гомельчан был «СКА». Армейцы были сильнее 38-24. Самый результативный в рядах Гомеля Сергей Орловский – 6 голов. Завершила свой вояж в столицу команды Андрея Мочилова поединком с БГУФК «СКА». Дубль армейцев обыгран 34-31. Вклад Дмитрия Смоликова в победу – 9 голов. Он самый результативный в составе Гомеля. Стало известно расписание финала четырех Кубка Беларуси по ганболу среди мужских команд. Мини-турнир, напомню, пройдет в Пинске. 22 августа в 13.30 в первом полуфинале сыграют «СКА» и «Машека». БГК и Гомель начнут борьбу за путевку в главный матч турнира в 16.00. На следующий день игра за бронзу стартует в 13.30 за золото в 16.00. В Молодечную завершились Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу среди спортсменов в возрасте 16 лет и моложе. В командном зачете у девушек сборная Гомельской области на пьедестал не поднималась. Победила сборная Могилевской области. Не было представительниц нашего региона и в числе призеров в личных состязаниях. У парней в командном зачете бронза. Воспитанники Жлобинского цора Антон Сабуров и Артем Шарай в личном зачете заняли третье место. Между тем в Гомеле прошло первенство области среди спортсменов 2003 года рождения и моложе за награды боролись 16 пар. У юношей первое место заняли воспитанники с Дюшер Энергии Николай Ефремов и Олег Живушка. Второе место у воспитанников Жлобинского цора Дмитрия Лагунова и Ивана Фурмана. На третьем месте еще один дуэт энергетиков Алексей Доморадский и Глеб Лукьянов. У девушек первенствовали воспитанницы Мозырской жемчужины Пальеси Маргарита Захаренко и Анастасия Бездоросова. На втором месте жлобинчанки Кристина Глушакова и Варвара Котлерова. Тройку сильнейших замкнул Мозырский дуэт Дарья Никишина и Мария Жимская. Победители будут представлять регион на республиканском первенстве, которое с 19 по 21 августа пройдет на площадках Гомельского стадиона «Луч». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.